Продолжение следует... IT-компании различные. Дальше я занималась в первую очередь ресурс-менеджментом. Что это такое? Это общение с проектами. Вот как раз, когда в проекте появляется потребность в персонале, в первую очередь обращаются к ресурс-менеджерам. И мы смотрим, кто у нас есть на бетчем, то есть в запасе компании, кто у нас есть сейчас в пайплайне, то есть это кандидаты, с которыми ведутся переговоры. И кого нам не хватает и кого нам нужно срочно искать. И какие методы мы будем для этого применять. Вот, собственно говоря, так и появилась программа HR Partners. Сначала это было... Вот Оля, как раз в Грузии занималась изначально, было около трех фрилансеров еще больше полутора лет назад. И эта программа появилась, потому что в компании появлялось большое количество вакансий. Как я уже сегодня выгорела, плюс 20% в количестве людей. И когда стало понятно, что спрос у нас вырастет, в штат нанимать такое количество рекрутеров, которые нам закроют эти вакансии, совершенно нет необходимости. И нам выходнее по вакансиям, которые срочно возникли, либо постоянно возникают, обращаться к базам, по сути, фрилансерам. То есть нам самая важная скорость. И мы обращаемся к фрилансерам. В принципе, это хорошо сработало. По программе HR Partners мы уже собираемся, какой, четвертый раз. Первый раз в Киеве, второй раз это была Одесса, затем Львов. И вот, наконец-то, добрались за Харькова. Участники HR Partners это и те фрилансеры, с которыми мы рады сотрудничать. Это и те, кто был нашим партнером-фрилансером, но теперь, возможно, работают в компании на различных должностях в ВИЧ. Может быть, у кого-то агентство. То есть независимо от того, мы в любом случае поддерживаем партнерские отношения и приглашаем всегда к нашим партнерам на наши ивенты. Если кому-то интересно, если кто-то не является участником, хотел бы на фрилансе подбирать для компании сотрудников, вы можете обратиться к Насте, записать номер телефона, написать скайп или отправить на почту информацию. Можете обращаться. Почему фриланс? Вот почему в основном для меня лично был фриланс? Это свобода, это возможность выбирать задачи. Допустим, работая на кого-то, это понятно уже, хочешь, не хочешь, есть определенные задачи, на тебя рассчитывают, нужно их выполнить. На фрилансе можно перебирать. Вот понравилась задача, я ее буду делать. Не понравилась, я могу отказаться всегда. Почему компания сотрудничает с фрилансерами? Ну, собственно говоря, почему у DataArt так хорошо выросла эта программа? Потому что у фрилансера, как правило, есть своя база. Компании в данном случае не важен процесс, то есть в компании важен результат. DataArt был как раз очень удобным. Мы вывешиваем определенное количество вакансий, фрилансеры смотрят, кто у них есть под эти вакансии, отправляют нам, и скорость была достаточно быстрая. Если, например, сравнить с работой с агентствами, агентства очень часто, как это все начинается, ну, чаще, это из моего опыта, допустим, в той же компании DataArt, большинство агентств, которыми мы видим переговоры чаще всего, допустим, выявляют потребности, там пока, ну, во-первых, условия, мы не всегда готовы платить те деньги, которые платят, запрашивают рекрутинговые агентства. Почему? Потому что DataArt настроен по порт таким образом, что мы работаем немножко на опережение. То есть у нас есть бенч, мы содержим на бенче огромное количество людей. И люди, получается, нанимаются в компанию, сидят, ждут проекта, потом их оттуда очень быстренько забирают. И, в принципе, у нас крайне редко возникает такая какая-то острая потребность, когда мы совсем-совсем не успеваем. Какие компании сотрудничают с фрилансерами? Ну, и, кстати, я сюда хотела добавить из своего опыта на фрилансе тоже, я когда работала, я обычно отталкивалась больше от активных кандидатов. У меня, как только я поняла вот такую закономерность для себя, что есть у меня классный кандидат. Я больше старалась иметь, допустим, список от реферальных программ разных компаний, опять же таки. То есть я ищу под какого-то клиента на более высокие бонусы. Но, допустим, из трех кандидатов, которые я показала на эту максимальную сумму, выбрали одного, ну, как и искали. Два кандидата у меня остается. Классные, они мне нравятся, все замечательно. Вот, ну, даже жалко отказывать. И тут я поднимаю все реферальные программы разных компаний. Ну, вот как Датар, как там есть в других крупных компаниях, все знают каких. То есть, допустим, у всех, у многих компаний есть аналогичная система бонусов. И просто и кандидату предложить, а вдруг совпадет. И плюс тоже, допустим, ну, это тоже неплохо. Дополнительно по реферальной программе. Кстати, мы по России, когда начинали развивать, вот в Украине система реферальных программ, она более актуальная, более развита. Здесь это никого не удивляет, это всем известно, все так работают. В России, мы когда начали предлагать, вот мы говорим, у нас есть такая программа, хотите с нами поработать? У нас с сеньором 600 долларов. Нам на нас вообще первое время смотрели, там, откуда вы, о чем вы. Там, в основном, Россия больше, именно вот как стандартно работает рекрутинговое агентство. Собирает нам полностью подписывается контракт, там полностью поиск, раскачивается полностью поиск с начала самого. Но нам это не подходит. Пока единство раскачается, у нас уже будет закрыта позиция, у нас очень быстро все происходит. Но потом мы все же нашли. У нас на данный момент 10 фрилансеров в России, с которыми мы сотрудничаем, мы довольны. И, в основном, как раз именно так объяснили, что вам будет интересно, если вы ищете под какую-то компанию, а нам отдаете тех, кто не прошел эту компанию, и вы при этом еще получаете бонусы за закрытую вакансию. Здесь, в основном, больше на это рассчитано. То есть мы не рассчитываем на то, что вы будете с нуля искать этого кандидата. На это, как правило, просто нет времени. Мы рассчитываем на то, чтобы теплых кандидатам, заинтересованных в работе, быстро передали нам. Через неделю у нас может уже обновиться спицы вакансии. Ну, очень по-разному в этом плане. Какие компании в основном сотрудничают с фрилансерами? Вот маленькие компании, из моего опыта, больше, они в основном формируют такое ядро компании, очень внимательно относятся к требованиям к сотруднику, очень внимательно. Ну, то есть они готовы тратить больше времени на подбор. Они часто готовы, кстати, тратить больше и денег тоже на подбор. Ну, смотря какая тут уже нужно смотреть по компании, по деньгам отдельная тема. Но в целом, вообще-то, маленькие компании чаще являются заказчиками фрилансеров, именно те заказчики, которые целенаправленно ищут. Ну, кто из своего опыта, кто с этим согласен? Если сказать о крупных компаниях, там уже обычно хороший рекрутинг налажен, ресурсы чаще всего хорошие есть на поиск. Ну, и в основном, допустим, не всегда есть необходимость. Может быть, на топовые позиции в агентство обращаются, но там уже достаточно подключаются требования. Но в целом, да, чаще всего это малые, средние компании, микрокомпании, большие компании, до 50 человек, там, где нет HR-а, это вот практически можно сразу обращаться чаще всего, кто-то это интересует. Дальше. По плюсам и минусам. Минусам. Преимущества и недостатки. Вот если говорить о реферальной программе и, допустим, там, сотрудничестве на таких условиях. Если для компании. Для компании это явный плюс скорость. Вот то, на что мы рассчитываем в первую очередь, это скорость. Потому что мы рассчитываем, что вы в своей базе быстро посмотрели, кто ищет работу, передали и все. Ну, вот это то, что интересует компанию. Минус. Ну, у нас, как правило, там, опять же, времени нет на длительный поиск. Для фрилансеров. Рекрутинговая программа – это возможность им устроить кандидатов, для которых основные вакансии не подошли. Ну, и плюс по реферальной программе, в принципе, у вас шире выбор. Потому что для фрилансера очень часто, я, например, любила пользоваться. Когда я общаюсь с кандидатом, сказать, что у меня есть разные компании, очень разные вакансии, выбирайте, говорите, что вам интересно. Ну, вот таким вот образом. В основном это, по-моему, позволяет еще и выявить потребности. Ну, и потом, если основное что-то не подошло, то всегда можно предложить, ну, какие-то еще варианты. А может быть, это как раз именно то, что ищет кандидат. Тут уже, ну, просто у вас есть выбор больше. Для кандидатов. Для кандидатов, кстати, работая с фрилансерами, очень разные отзывы читала тоже, и в интернете, и везде. Очень часто фрилансеры ограничены по информации, и обращаясь к кандидату, не могут ответить на все вопросы. Это, конечно, есть такая сложность, с одной стороны. С другой стороны, нужно от заказчика получать максимум информации. Да так, вот опять же, по зарплатам мы цифры точные не называем. Но, тем не менее, есть достаточно подробная информация о том, что есть в компании, чего нет в компании. Тут уже, если выявлять потребности кандидата, нужно просто смотреть, где есть совпадения, что интересует. Если подходит, то окей. То есть, для кандидатов работа с фрилансерами, в принципе, фрилансеры есть очень эффективные, очень профессиональные. Если фрилансер настроен на то, чтобы хорошо помочь кандидату найти то, что ему подходит, то, честно говоря, вот из моей практики, я уже полтора года не занималась подпором, с кандидатами не работаю уже новенько. Но при этом мне до сих пор пишут кандидаты, с которыми когда-то мне удалось наладить хорошее отношение. Был у меня классный заказчик один, Днепропетровский. И он любил, я когда его спросила, по услугам у нас был переговор, и он такой раз рассказывает, за какие деньги вам не обидно выполнять эту работу? То есть, там интересный заказчик из Днепропетровского, он очень похож на фотку. Ну, в общем, с ним один раз было сложно говорить. Вот, и он на самом деле, мы, кстати, не договорились, потому что, ну, есть у меня определенный тоже минимум, ниже которого мне просто неинтересно тратить свое время. Опять же, есть выборы определенные. То есть, надо отталкиваться от каких-то разумных цифр на рынке однозначно, от того, сколько вы себя оцениваете, само собой, разумеется. Вот. Ну, вот в плане переговоров, обычно я стараюсь, когда общаюсь с заказчиками, я обычно стараюсь сначала понять, во-первых, что заказчику нужно. То есть, стоимость услуг. По стоимости услуг, как обычно я, например, из моего опыта личного действия, я обычно в первую очередь выясняю, какая у заказчика, ну, так сказать, проблема будет. То есть, что ему конкретно нужно, максимум информации собирать. Потом я обычно беру тайм-аут для того, чтобы понять, если это какой-то длительный поиск, кто у меня есть базик, какие у меня есть контакты, сколько я на это время потрачу. Вообще, стоит мне за это браться или не стоит, или это вытянет у меня больше времени и энергии, чем я потом при этом заработаю. Вот. Опять же, таки, то есть, тут я уже смотрю, взвешиваю для себя. Обычно беру какой-то промежуток времени. Точно, многие на фрилансе точно так же, то есть, всегда. Если сказать о стоимости услуг по реферальной программе компании DataArt, то у нас стоимость, мы 600 долларов бонус платим за подбор сеньеров, затем леда 800 долларов и 400 долларов за медла. То есть, в принципе, при нашей скорости наших оборотов, у нас, я скажу из практики, наши фрилансеры по три вакансии закрывают. Ну, в принципе, это неплохо, я думаю. Ну, вот, допустим, зарплата штабная, ну, как дополнительный бонус, это тоже 1800. То есть, получается, если по 600 долларов три вакансии закрыты, то это уже 1800 выходит. Вот. Но здесь, в основном, вы смотрите именно там на скорость. 40% фрилансеров хотя бы раз в свою карьеру сталкивались с проблемами получения оплаты. Кто сталкивался? У меня вообще есть классная история на эту тему. Это даже не одна. Вот. Был заказчик, с которым, я тоже с опытом, чем больше, конечно, был еще, когда я начинала только на фрилансе, была интересная история. Вроде бы все классно, вроде бы все обсудили, вроде все понятно, я готово, я понимаю, эту вакансию закрою. Начинаем работать. Этот кандидат, ну, здесь я не уверен, вот покажи мне еще, вот я не знаю, тут я сомневаюсь. И я проводила очень-очень долго кандидатов до просто какого-то нервного срыва. И думаю, вроде бы бросить, но это еще опыта не было, это 2012, где-то так. Он меня вымотал просто заказчик полностью. Ну, вот с такими иногда лучше не связываться. Я после того начала подписывать договора. Они на самом деле юридической какой-то силы особо не имеют, но вот мне один раз так очень пригодился. С тем пора я, вот с того, как я обожглась, я уже начала сажусь заказчиком, начинаю обсуждать, что заказчик, так, что ты хочешь, вот мы его ясняем, какой проект, какие ты, максимально. У меня есть заявка, кстати, я готова поделиться, если кому-то будет интересно, вы мне пишите, я вам скину. У меня она достаточно подробная. Я обычно ее не прошу заказчика заполнить, я обычно сажусь заказчиком и разбираю все. Вот кто ему нужен, максимально мы составляем все описание, кого мне надо искать. Я считаю, что это хороший фундамент, потому что без этого двигаться дальше нельзя, потому что это как, если нет ориентирования, то закончится плохо. Опыт был. Потом, после того, как заказчикам мы все прописали, я обычно скидываю еще на почту. Опять же, юридически это силы не имеет. Но был в моей жизни случай такой, когда на топовую позицию искала человека на, в принципе, неплохие деньги. И это инвесторы были с заказчиками, у них есть несколько бизнесов. И я привела человека, у которого есть там база, там, там, подошая опыт в бизнесе. Он такая, ну чего ты позиция? И он в этот бизнес не подошел, но он подошел в другой, еще лучше. То есть он был и дороже, и более квалифицированный. И мы говорим, вот, класс, есть другой бизнес, ты идешь туда. И вот туда нанимают, я же прихожу, говорю, ну как с бонусами. А я говорю, ну слушай, ты искала сюда, ты сюда не дошла. А мы уезжали на другую должность. Ну, говорю, как-то вообще-то не очень. Ну, в общем, закончилось это чем? Я говорю, давайте, я говорю, я тогда, давайте мы об этом подумаем где-то в соцсетях, у меня есть вся переписка. Ну, вот, говорю, хотите, давайте пообсудим. Вот, то есть почты все есть, договора все есть, договоренности все есть. Ну, и, в общем-то, таким образом, в любом случае рассчитались там по той ставке, которую мы там обсудили, не по той, на которую взяли человека, но постепенно, там, долями неприятно это все, конечно, было. Но, тем не менее, рассчитались. Я считаю, что вот этот договор, он тоже очень дисциплинирует заказчиков. Там юридически, не юридически, это уже такое дело. Юридически у нас мало кто работает с привальцером, на самом деле у нас так как-то интересно все настроено. ЧП оформлять можно. У меня, на самом деле, ЧП оформлено с 2005 года, но я его очень долго держала закрытым, и вот буквально только недавно, там, сейчас открыла, веду деятельность, веду эти все отчеты. Долгое время мне, в принципе, не было нужно. Большинство заказчиков, которые обращаются к фрилансерам, они предпочитают платить наличными, чаще всего. Вот, у кого из опыта, у кого нужен, там, был договор когда-то, когда с этим, да, бывало такое. Ну, это такое, для фрилансера, в принципе, я в основном как-то у меня такие заказчики были, которые, ну, и мне тогда так было удобнее, и заказчикам мы в основном наличными рассчитывались, больше так было на тот момент. Вот, юридически, в принципе, если фрилансер ведет свою деятельность, это третья группа, это там отчетность постоянная, в принципе, это не так уж и сложно. Сейчас эти все электронные отчеты есть, можно заключать договора с заказчиками, да, кого-то это важно, но это меньшая часть компаний, как мне кажется, те, кто требует все-таки договор, они есть, но их меньше, чем те, которые за наличку предпочитают работать. Ну, и плюс вести отчетность. В принципе, по каким-то спорам, мне кажется, в сфере подбора, они чаще, наверное, если возникает какой-то спор или разновласие, наверное, общественное мнение в данном случае больше, репутация. То есть какие-то негативные отзывы, еще что-то для заказчиков являются более весомыми, чем тот же самый договор. Мне, честно говоря, неизвестны случаи, когда в рекрутинге доводили какое-то дело до суда. Не знаю, может кто-то слышал о таком «я нет» ни разу. А вот до какого-то такого общественного мнения, обсуждения отзывов – это да.